Детская ипотека Сейчас мы находимся на старте работы с данной программой, поскольку все-таки она рассчитана на те семьи, у которых появятся дети в период с января 2018 по декабрь 2022 года. Поэтому говорить о каких-то серьезных результатах мы сможем, я думаю, уже в следующем году. Финансовые аналитики сейчас очень сильно критикуют. Говорят, программа невостребованная, непопулярная. 9 месяцев прошло этого для раскачки более чем достаточно. Вы считаете, наверное, это недалекие прогнозы и недалекие оценки? Все-таки рождение детей, вторых, третьих и последующих это достаточно серьезный шаг для каждой семьи. И не менее серьезный шаг это, соответственно, ипотечный кредит. Но здесь я также хочу отметить, что есть определенная информационная, недостаточно информированность населения о всех условиях данной программы. Так, например, не все знают, что можно по данной программе рефинансировать ипотечный кредит, взятый ранее, при условии, естественно, соблюдения требований программы. В Краснодарском крае, в контексте всей России, хорошие цифры? Популярна она? Нет, к вам сколько человек обращаются? К нам обращаются. Я не могу сказать, что она имеет, что это некий такой ипотечный бум под данной программе. В Краснодарском крае, как и в целом по России, мы находимся вот так же на определенном старте. То есть первый год существования данной программы 9 месяцев. Вот пока еще слишком рано судить о каких-то реальных результатах. Давайте, кстати, вы заговорили об условиях, их напомним. Кто может воспользоваться данной программой? Всегда ли человек может взять ипотечный кредит под 6% годовых? Сколько будет продолжаться льготная ставка? Если у семьи заемщика рождается второй ребенок в период с января 2018 по конец 2022 года, ставка 6% действует 3 года, 36 месяцев. В случае, если это третий, либо последующий ребенок, на льготную ставку семья может рассчитывать уже на протяжении 5 лет. При этом, если в период действия кредита рождается третий ребенок, либо двойник, то суммарно срок кредита может быть увеличен, и льготная процентная ставка будет составлять 8 лет. Это если двойник, да? Да, двойник, либо третий у семьи, которая уже пользуется этой программой. Вам с такими необычными случаями уже приходилось сталкиваться или нет? Может быть, коллеги из других регионов? Да, у нас были случаи, когда в семье было четверо детей и воспользовались данной программой именно на срок 8 лет, 96 месяцев. Как Вы считаете, 8 лет это достаточно? За этот срок человек успеет погасить кредит? Это удобные условия или все-таки нет? Вы знаете, это очень удобные условия, учитывая, что средний срок гашения ипотечного кредита как раз и составляет 7-8 лет по стране. По пакету документов? Пакет документов абсолютно стандартный, как для любой ипотечной заявки. Единственное условие – это предоставить свидетельство о рождении детей в указанный период. А какие условия, как считают Ваши клиенты, стоило бы изменить? Какие они считают неудобными? Вы знаете, все однозначно высказывают мнение, что если бы продавцом по данной сделке могли бы выступать физические лица, то однозначно это расширило бы круг потенциальных покупателей. Поскольку по условиям данной программы продавцом объекта недвижимого имущества может выступать именно юридическое лицо. По договору купли-продажи, по договору долевого участия, либо уступки. А мы все понимаем, что если говорить о вторичном рынке, подавляющее большинство продавцов – это все-таки физические лица. Но все-таки покупка жилья на вторичном рынке, она возможна? Да, безусловно, возможно. И рефинансирование действующего кредита, опять же, если он ранее был приобретен у юридического лица. Сейчас уже идут активные разговоры, прогнозы о том, что ипотечная ставка в будущем будет расти. И насколько вы с ними согласны или нет? Да, сейчас действительно прослеживается такой тренд. Практически все банки уже скоррелировали процентные ставки. Здесь могу сказать, что эта программа будет продолжать пользоваться интересом именно в банках, поскольку ипотечные заемщики – это те заемщики, которые остаются с нами на долгие годы. И помимо ипотечного кредита, эти 7-8 лет они пользуются в том числе и другими банковскими продуктами и услугами. И мы становимся уже таким семейным банком. Если ипотечная ставка достигнет 10-11%, будет ли выгодно банкам работать с этой программой, если ее не пересмотрят? Если не пересмотрят субсидирование государства? На текущий момент нам выгодно работать с этой программой. Дальше покажет время. Ну и насчет время покажет, как вы считаете, будет ли ипотечный бум после этой программы в следующих, или может быть через два года спровоцирует ли она еще один всплеск такой жилищного кредитования? Я думаю, что определенный рост ипотечного кредитования в том числе будет обусловлен действием этой программы. Спасибо большое. О льготных программах кредитования мы говорили в эфире «Деловых фактах» вместе с Юлией Коротченко, начальником отдела продаж ипотечных кредитов Райфайзенбанка. Это были «Деловые факты». Расширенный выпуск. Всего доброго и до встречи на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова